Всем привет, друзья мои! Снова из солнечной Паттайи. Я хожу сегодня по холму Будды, я хожу сегодня по этим местам святым, тайским, буддистским. И сегодня, как я обещала, я хочу вам рассказать краткую суть буддизма. Но постараюсь изложить короче и как можно доходчивее для вас. Итак, начнем. Говорят, что буддизм это все-таки не религия, потому что сам Будда никогда не призывает во что-либо верить и никогда не говорит о Боге. И он всегда говорил своим ученикам, он говорил, что он учит только одному, как освободиться от страданий. И он говорил своим ученикам, главное внутри вас. След Будди, буддисты полагают, что потенциальная абсолютная истина, то, что мы называем Богом, и есть в каждом живом существе, что она и есть основание нашего сознания. Они называют эту истину природой Будды. И говорят, что любой человек, очистивший свое сознание, тоже становится Буддой. Вот и все. Это немного напоминает слова апостола Павла о том, что в каждом из нас есть внутренний Христос. И еще Шакьямуни сформулировал четыре истины. А. Жизнь полна страданий. Б. Причиной страданий является привязанность к приятному и нежелание неприятного. С. Возможно, жизнь без страданий. Д. Есть путь, идя по которому, можно избавиться от страданий. С. Возможно, жизнь без страданий. Всю оставшуюся жизнь Шакьямуни учил, как идти по этому пути. Спокойно дожил до восьмидесяти лет и умер, сказав напоследок ученикам, что им больше не нужен учитель, что теперь они сами все знают и должны продолжать работать над собой. Ее последними словами было «Все вещи непостоянны по своей природе. Работайте над своим спасением». Все вещи непостоянны по своей природе. В этих словах главная истина буддизма. Она настолько простая, что мы все просто упускаем ее из виду. «Нам что-то нравится, мы цепляемся за это и хотим, чтобы так происходило всегда. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Но если лето не кончится, не будет больше ни осени, ни зимы, ни весны и ни нового лета природа перестанет обновляться и начнется застой, гниение и смерть. Когда что-то пришло, радуйтесь этому. А когда придет время уходить, отпустите, чтобы пришло что-то новое. Но мы цепляемся за старое, и в этом причина всех наших страданий. Поняв это, понимаешь учение Будды. Чтобы легко и непринужденно разговаривать с буддистом, полезно знать три ключевых слова – перерождение, карма и дхарма. Расшифруем теперь эти неясные термины. Перерождение – значит, что, по мнению буддиста, мы все, умирая, никуда не пропадаем, а снова перерождаемся. Находимся как бы в колесе непрерывных рождений и смертей. А поскольку задумываться о происходящем в нашей жизни мы не очень склонны, то с этой карусели сойти мы сами никак не можем. И что же заставляет нас вновь рождаться и вновь умирать без всякого толка? Карма. То есть, говоря по-нашему, закон сохранения энергии, основания всей науки. Из ничего ничего не появляется и ничто никуда бесследно не исчезает. Этому нас учили в школе и индийские философы резонно выводят, что ни одно наше действие также не остается без последствий. Сделав что-то плохое, мы не можем избежать расплаты. Сделав же что-то хорошее, обязательно получаем награду. Другое дело, что находясь в этом мире, мы, как правило, не видим ни причин, ни следствий наших поступков и не понимаем, что же происходит в нашей жизни. Откуда вдруг валятся беды, почему случаются удачи, на что философия буддизма отвечает нам. Эти беды и удачи являются следствием наших собственных поступков. И отвертеться от этого никто не может. А поскольку не все долги удается погасить в течение всей жизни, то мы умираем и рождаемся вновь в соответствии с тем, как мы вели себя в прошлых жизнях. Все это вместе взятое и называется Дхарма. Дхарма – это закон, по которому устроен и развивается мир. А также это учение об этом законе и правило, согласно которым нужно себя вести. Есть люди, по незнанию приписывающие буддистам полное равнодушие к миру. Дескать, им нужна некоторая нирвана, прекращение бытия. Увы, невежественные люди всегда наезжают на то, о чем не имеют ни малейшего понятия. Не зря Христос говорил «Прости им, ибо не ведают, что творят». Сострадание – это центральное понятие буддизма. Если другим плохо, тебе не может быть хорошо. А в итоге доброе отношение к людям приводит к накоплению позитивной энергии. Рано или поздно количество накопленной позитивной энергии переходит в качество. Человек начинает видеть безрезультатный круговорот жизни и хочет перестать зависеть от суеты. Он начинает медитировать, ум его очищается, и тогда жизнь приводит его к учителю, который показывает ему его истинное сознание. А узнав своё истинное сознание, человек постепенно приходит к полному освобождению. После того, как Будда Шакьямуни покинул этот мир, ученики продолжали нести его учения, как и бывает, они быстро разошлись во взглядах. И в итоге образовалось несколько ветвей буддизма. Есть малая камлесница или хинаяна. Это те, кто ни на что не обращают внимания, работают над очищением своего сознания. Есть большая колесница Махаяма. Это те, кто хотят помочь всем живым существам. И только таким образом постепенно продвинуться к просветлению. и есть алмазная колесница Важера Яна. Это те, кто, не забывая о других, стремятся достигнуть просветления в течение этой жизни, используя все подручные методы. Но, как говорится, кто видит во всем разное, идет от смерти к смерти. А кто видит во всем общее, освобождается. Так что же есть общее во всех направлениях буддизма? Главное в буддизме это то, что суть бытия, то, что мы называем Богом или абсолютной истиной, находится внутри нас. И мы не воспринимаем эту суть только потому, что наше сознание загрязнено. Вывод напрашивается очистим свое сознание и воспримем суть. Правда, эта работа требует большого труда и массы времени. Но с другой стороны, есть ли в жизни что-нибудь, на что это время можно потратить с большим толком. Так что же есть еще такого симпатичного в буддизме? -я, нет, нет, нет. Спасибо. Продолжение следует...